Средняя школа в посёлке Искателей, одна из первых в России, опробовала новую систему оплаты труда. Учреждение выбрали для апробации пилотного проекта в Заполярном районе. Поэтому в преддверии 2017 года, когда все бюджетные организации должны перейти на новую систему оплаты труда, директор школы Дина Стрельцова не беспокоится. Её коллектив уже усвоил – уровень зарплаты зависит от результатов труда. Мы определили сумму должностного оклада в нашей школе. На сегодняшний день он будет составлять для учителей 11 800. Но при этом есть возможность стимулировать тех учителей, которые защитились на квалификационную категорию, первую, высшую квалификационную категорию. Учителя, которые действительно работают с одарёнными детьми, учителя, которые проводят большую методическую работу, учителя, которые проводят дополнительные занятия. Вопросов по окладам было немного. Наибольший интерес вызвала стимулирующая часть – те самые 40%. Из чего они складываются и кто определяет, насколько эффективно работает педагог. Всё это прописано в договоре, который теперь называется эффективным контрактом. Его заключают с работником и включают все особенности стимулирования его труда. Сотрудник получает сверхоклада за интенсивность труда, работу в тяжёлых условиях. Это надбавки за опасные или вредные условия труда, совмещение должностей и профессий, замещение сотрудников. Это компенсационные выплаты за вредные условия труда. Их получают педагоги, работающие по адаптивной программе и на дому. Сюда же включены выплаты за стаж, которые раньше шли отдельной строкой. Теперь работники со стажем и молодые специалисты имеют равные возможности в увеличении зарплаты. Кроме того, в стимулирующую часть входят премии и выплаты к профессиональным праздникам. У нас два раза в год будет собираться комиссия по распределению стимулирующего фонда. И эта комиссия будет как раз определять, в каком размере мы будем проводить доплаты. Но не конкретно по каждому, там, Иванов, Петров, Сидоров, а именно сам принцип подхода. То есть, будем выплачивать, например, столько-то процентов у нас за классное руководство, столько-то за проверку тетради и так далее, но это будет определять уже комиссия. Что касается оценки результатов труда, то их определяет руководитель подразделения. На каждого педагога заводится методический паспорт, где отмечаются все его достижения. Участие в конференциях, круглых столах, конкурсах, внеурочная деятельность. За каждый пункт ставят баллы, которые суммируются в конце месяца. Таким образом, каждый педагог может заранее рассчитать, на какую зарплату он может претендовать в конце месяца.